И завершить тему сообщение из российской столицы. В Москве был совершен общегородской торжественный молебен в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. После молебна святым благоверным Петру и Февронии в саду Эрмитаж состоялся праздник. Этот храм известен многим москвичам. Здесь каждую неделю совершаются молебны перед чудотворной иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских. И сегодня храм снова полон. Многие стоят на улице. Вокруг в основном молодые лица, девушки и юноши. С акафистами в руках они молятся святым покровителям брака. Молебен в праздничный день возглавил настоятель Успенского храма протерей Алексей Гомонов. Ищи святую память вашу, вы помолите о нас. Помолиться благоверным супругам кто-то пришел впервые, а кто-то уже на себе почувствовал помощь святых. Благодаря этим святым мы вместе, мы венчались в этом храме. И эти святые очень важны для православной семьи. И мы были и в Муроме у мощей. И всегда для нас это большой праздник. Каждый год мы стараемся отмечать его. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Еще при жизни святые Петр и Феврония были образцами семейной любви, супружеской верности и семейного счастья. По легенде, святые умерли в один день. При храме шесть лет существует известный молодежный клуб Петра и Февронии. За эти годы в нем образовалось более 50 венчатых пар. Среди них Андрей и Зинаида. Сегодня они уже растят двоих малышей. Мы ходили сюда очень много лет своей будущей женой. Когда еще она не была моей женой, мы здесь познакомились. И каждый год в этот день мы обязательно приходим в этот храм, помолиться, встретить своих друзей, знакомых. После молебла святым благоверным Петру и Февронии в саду Эрмитаж состоялся молодежный праздник, приуроченный ко Дню Семьи, Любви и Верности. Его вели руководитель молодежного клуба Петра и Февронии Екатерина Громова и заслуженный артист России Ян Осин. Мы приветствуем вас всех на концерте, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. Сколько уже веков прошло в нашей русской истории, они помогают православным людям создавать крепкие православные семьи, кормляют, поддерживают нас. На летней сцене сада Эрмитаж выступили известные исполнители, среди которых Радиакон Рафаил, Федор Тарасов, Яносин и другие. Своим исполнением они еще раз напомнили горожанам о традиционных ценностях – семье, любви и верности. Субтитры подогнал «Симон»